Такие жуткие кадры публиковали в интернете в июне. Личинка комара, которая расплодилась на заливных полях. А это уже взрослые особи, которые сделают все ради своего потомства. Жителям Алтайского края от этих насекомых действительно досталось. Есть мелкая мошка, черная такая мелкая. Кусает и большие боли. Если на ноге, то нога твердая становится, поднюкутся. Они тогда кусаются, я не могу спать. Мелкие, гадкие москиты. Стаю первых стрекоз заметили жители Барнаула. Это кадры с территории одного из городских парков. Кажется, мы дождались долгожданных спасительниц от комариного ига. Подросло поколение птенцов, стрижей, допустим. Или наши синицы тоже им питаются. Но, конечно, основной любитель комаров – это наши стрекозы. Популяция комара должна сократиться, считают эксперты. Однако в пищевой цепочке, как известно, каждое звено необходимо. Поэтому исчезнуть из природы комары не могут. И каждый год после зимней спячки возвращаются к активности в благоприятный сезон. Река разлилась. Мелкие, теплые водоемы – это вот как раз колыбель комариного рая. Поэтому, да, действительно их много. Но кроме комаров там появляются и те, кто ими питается, соответственно. И стрекозы в том числе там тоже хорошо размножаются. И поэтому ждем. Напомним, что общественные места в городе обрабатывают от комаров согласно циклу их размножения раз в две недели. При этом в сельской местности, в пригороде, вблизи водоемов или в полях жителям все еще советуют пользоваться репеллентами. Хоть и помогают они сейчас не так эффективно, как раньше. Дарья Ярошина, Алексей Фризин. День с толком.